В студии Анна Шамбадал и Дмитрий Соловьянов. И сегодня тема у нас предпраздничная, а завтра была победа. Одним из самых массовых мероприятий 9 мая станет, конечно же, акция «Бессмертный полк». Вместе с портретами своих предков, тех, кто воевал за мирное небо над нашими головами, челябинцы пройдут по проспекту Ленина. Естественно, подготовка к акции началась заранее, а вот как она проходила, мы сейчас обсудим с координатором акции «Бессмертный полк» в Челябинской области Игорем Беликовым. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите вообще, как началась и как идет подготовка именно к этому шествию? Мы участвуем в работе Оргкомитета Победы в Челябинской области. И, естественно, все мероприятия планируем заранее. Это работа с волонтерами, это подготовка атрибутики, это согласование маршрута с администрацией города Челябинска. И, учитывая, что «Бессмертный полк» идет по всей территории Челябинской области, во всех муниципалитетах, это работа и с нашими координаторами, и администрациями городов и районов на местах. То есть вы сказали по всей области, помимо Челябинска, в каких еще городах идет? Может быть, в поселках каких-то тоже? Во всех муниципальных образованиях. А смотрите, вы говорите заранее, а за сколько заранее? За месяц, за два, за полгода начинаете готовиться? Дело в том, что «Бессмертный полк» для нас – это не разовая акция. Работа по проектам «Бессмертного полка» идет в течение всего года. Вы знаете о нашей прививке от фашизма, которая проходит в Челябинске и других городах. Это различные проекты «Бессмертного полка России», последний из которых мой прадед, победителем стал наш челябинский школьник, который завтра пойдет с президентом в шествии, в шествии, в шествии. И апогеи всего этого 9 мая, поэтому мы готовимся к этому постепенно и задолго. Игорь Леонидович, в том году по подсчетам было более 100 тысяч, правда ведь, тех людей, которые вышли на улицы и вместе прошлись в одном «Бессмертном полку» в этом году. Какое количество у нас? Да, по нашим данным, в прошлом году в Челябинске прошло более 100 тысяч. Это был рекорд, да, для нашего города? В области движение постоянно ширится, поэтому количество участников постоянно прибавляется. По области в прошлом году прошло более 250 тысяч. Мы ожидаем, что и в этом году цифры будут значительные и не меньше прошлогодних. Но мы всегда говорим, что шествие состоится, даже если придет один участник. Совершенно верно. Но я думаю, что такого не произойдет, естественно. Скажите, нужно ли как-то говорить о том, что, например, я собираюсь прийти, и нужно ли куда-то, не знаю, записываться, обращаться? Куда, если нужно? Или просто выходить на улицу с портретом или идти вместе с людьми? От вас нужно только желание пройти и портрет своего легендарного предка. Мне кажется, можно показать именно вашего легендарного предка, правда? Ведь сегодня у нас есть. Это мой дед Велихов Анатолий Александрович, с портретом которого я хожу с 2014 года, когда полк прошел в Челябинске впервые. Когда именно у нас был. Ну вот вы, получается, в этом году будете в Челябинске, а ваш внук будет и в Москве еще тоже проходить. Ну, это не мой внук, это школьник. Школьник, школьный граф. 11-го лицея Илья Иванов, он пойдет в Москве. Мой дед прошел в параде по Красной площади, вернее, в шествии Бессмертного полка. В прошлом году такая возможность была нам предоставлена. А вот сейчас, насколько нам известно, акция Бессмертный полк, так сказать, расширяется и выходит за рамки вообще, на рамки мировые, да? То есть вот в Варшаве проходили различные шествия. Как вы думаете, то есть чем шире это движение, тем лучше получается? Как вы считаете? Ну, самое главное в Бессмертном полку – это все-таки сохранение исторической памяти, военной памяти, семейной. И для нас это самое главное, почему мы и говорим, что единственным атрибутом шествия является портрет твоего деда, прадеда, бабушки, прабабушки, фронтовиков, тружеников тыла, партизан, узников концлагерей, всех, кого опалила война. Да, совершенно верно. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо, что у нас есть такое шествие. Ну что ж, я думаю, что многих мы завтра увидим на улице города. А мы напоминаем, что Игорь Беликов, координатор акции «Бессмертный полк» в Челябинской области сегодня был у нас в гостях.